Санкции и антисанкции, что изменилось на мировом продовольственном рынке после введения ограничительных мер. Об этом журналистам рассказали представители Белгородского Россельхознадзора. Подробности в сюжете Татьяны Красиковой. В августе президент подписал указ о специальных экономических мерах. Таким стал ответ на санкции в отношении России. Теперь ввоз продукции из стран ЕС, США, Канады, Австралии и некоторых других государств ограничен или вовсе запрещен. Табу наложено на мясо, рыбу, молоко и молочную продукцию, овощи, фрукты и орехи. Однако недобросовестных предпринимателей это не остановило. К примеру, только с начала года было задержано больше 300 тонн мясной продукции. Увеличилось количество незаконного перемещения через государственную границу. Это касается непосредственно наших 549 километров границы с Украиной. То есть не было такого количества раньше незаконного перемещения животных, мясопродукции. Причем мясопродукции как украинского происхождения или неизвестного происхождения. В Россиюхоснадзоре отмечают число случаев ввоза опасной продукции с территории Украины увеличилось в сотни раз. Особое беспокойство вызывают молоко и молочные продукты. В них специалисты все чаще обнаруживают завышенное содержание антибиотиков. Если мы полтора года назад, два года назад обнаруживали 3-5 обнаружений антибиотиков в год, то за прошлый год, за 2014 году, это уже больше 200 таких обнаружений. Это вот, к сожалению, наши ближайшие соседи в основном там фигурируют. Несколько месяцев назад под запрет попала и продукция предприятий Белоруссии. В 11 регионах страны в белорусской колбасе был обнаружен геном африканской чумы свиней. Нахождение продукции в обороте в Российской Федерации с геномом АЧС – это не страшно для российского потребителя. То есть никто не заболеет из людей. Это не страшно для нашей отрасли свиноводства, поскольку это геном, то есть это уже умерший, скажем, по-русски вирус. Но при этом они производят и другую продукцию, которая точно так же может оказаться на нашем рынке. И тогда для нашей отрасли свиноводства это огромный риск. Костулись на пресс-конференции и вопросы о качестве белгородской продукции. Россельхознадзор отметил, мониторинг проводится регулярно, серьезных нарушений не наблюдается. Продукция наших предприятий, которым, конечно же, не чуждо все, что присутствует на рынке, к сожалению, и есть обнаружение, она все-таки достаточно безопасна, поверьте. По крайней мере, тех гормональных средств, которые мы обнаруживали в импортной продукции, мы в своей продукции не обнаруживаем. То есть у нас это не применяется. К сожалению, есть проблемы с молочной продукцией. Там действительно неоднократно выявлялись превышения по антибиотикам. К концу года ситуация у нас резко улучшилась, поскольку все мероприятия свои провели, мы их проконтролировали. Кроме того, Россельхознадзор проводит и фитосанитарный контроль. Специалисты регулярно обследуют земельные угодья Белгородской области. Татьяна Красикова, Евгений Северинов. К этому часу. Белград.